Слово седьмое. Опять конские скачки, и опять у нас собрание стало меньше. Впрочем, когда вы присутствуете, то оно не может быть меньше. Как земледелец видит цветущий и зрелый хлеб, немного заботится о падающих листьях. Так точно и я теперь, когда у нас есть плод, не очень печалясь, взирая на оторванные листья. Хотя я скорблю и об их беспечности, но эту скорбь о них облегчает усердие вашей любви. Они, если иногда и приходят, то и тогда не присутствуют. Но тело их стоит здесь, а душа блуждает вне. Вы же, если иногда и отсутствуете, то и тогда присутствуете. Ибо ваше тело находится вне, а душа здесь. Хотел я вести длинную речь против них, но чтобы мне, обличая отсутствующих и неслушающих, не оказаться сражающимся с тенью, отложу эту речь до их прибытия. А теперь, при помощи Божией, постараюсь вывести вас, возлюбленные, на обычный лук и море божественных писаний. Внимайте же и бодрствуйте. Плывущим на корабле не угрожает никакая опасность. Хотя бы они все спали, а бодрствовал только один кормчий. Так как его бодрствование и искусство, без всего прочего, достаточны для безопасности плавания. Здесь же не так. Но хотя бы проповедующий непрестанно бодрствовал. Если слушающий не окажет такого же бодрствования, то наша речь как бы погрузится в море и погибнет, не встретив души, которая приняла бы ее. Будем же бодрствовать, будем внимательны. Наше плавание имеет в виду важнейшие предметы. Мы плывем не за золотом, серебром и другими погибающими вещами, но за будущей жизнью и небесными сокровищами. И здесь гораздо больше путей, нежели на море и на земле. Так что если кто не умеет верно находить их, тот подвергнется жесточайшему кораблекрушению. Итак, все вы, плывущие с нами, оказывайте небеспечность сидящих на корабле, на неусыпность и заботливость кормчих. В то время как все прочие спят, кормчие сидят при руле и не только наблюдают водные пути, но взирая на далекое небо и руководствуясь как бы какой рукой и течением звезд, безопасно направляют судно. И никто из неопытных не может так безопасно плыть по морю днем, как спокойно плывут они среди ночи. Когда море представляется более страшным, они бодрствуют и невозмутимо показывают свои искусства, наблюдая не только водные пути и течение звезд, но и направление ветров. И мудрость этих людей такова, что часто при сильнейшем напоре ветра, угрожающем перевернуть корабль, они частыми переменами парусов благовременно предупреждают всякую опасность и противопоставляя свои искусства сильным порывам ветров, избавляют судно от кораблекрушения. Если же они, плавая за земными вещами по вещественному морю, постоянно сохраняют такую бодрость души, то тем более нам нужно находиться в таком настроении, потому что здесь и больше опасности для беспечных, и больше безопасности для бодрствующих. Водья у нас построена не из досок, но составлена из божественных писаний. Не звезды сверху руководят ею, но солнце правда направляет наше плавание, и мы сидим при руле, ожидая не дуновения ветра, но тихого веяния духа. 546, том 1. Будем же бодрствовать и тщательно наблюдать свои пути. У нас опять будет речь о славе единородного. Прежде я доказал, что познание существа Божия гораздо выше мудрости, и людей, и ангелов, и архангелов, и вообще всякой твари, и что оно доступно и ясно только для единородного и святого духа. А теперь моя речь переходит к другой части состязания. Я спрашиваю, Одна ли и та же сила, одна ли и та же власть, одно ли и то же существо у сына с отцом? Впрочем, я не спрашиваю об этом, потому что по благодати Христовой мы уже знаем и твердо содержим это. Но я теперь намереваюсь то же самое доказать тем, которые бесстыдно рассуждают об этом. Я стыжусь и краснею, приступая к речи о таком предмете. Кто не станет смеяться над нами, когда мы будем стараться доказывать и объяснять столь ясное? Кто не осудит тех, которые спрашивают, единосущен ли сын отцу? Такой вопрос противен не только писаниям, но и общему разумению всех людей и самой природе вещей. Ибо единосущая рожденного с родившим всякий может видеть не только на людях, но и на всех животных, на деревьях. Поэтому не нелепо ли считать этот закон неизменным в отношении к растениям, людям и животным, а изменять и извращать его только в отношении к Богу? Впрочем, чтобы не показалось, что я подтверждаю это только предметами, близкими к нам. Теперь я докажу это из Писаний. Таким образом буду вести речь. Тогда смеянию подвергнемся не мы, уверенные в этой истине, но они, неверующие, противоречащие столь явному и противящиеся истине. Чему скажут явному? Если он единосущен Отцу, потому что называется Сыном, то и мы можем быть единосущными Отцу, так как и мы называемся Сынами Его. Я сказал, говорит пророк, все вы боги и сыны Всевышнего, все вы. О, бесстыдство! О, крайнее безумие! Как во всем они показывают свое безрассудство! Когда мы вели речь о непостижимом, они усилились присвоить себе то, что принадлежит одному единородному. То есть такое точное знание Бога, какое он имеет о самом себе. А теперь, когда у нас речь о славе единородного, они усиливаются не звести его до своего уничиженного состояния, утверждая, что и мы называемся Сынами. Но это название вовсе не делает нас единосущными Богу. Ты только называешься Сыном, а Он и есть таков. Здесь название, а там дело. Ты называешься Сыном, но не называешься единородным, как Он. Не пребываешь в лоне, Отчим. Ты не сияние славы, не образ ипостаси, не отображение Бога. Итак, если тебя не убеждает сказанное прежде, то пусть убедит это и многое другое больше этого, что свидетельствует о его высоком происхождении. Так, когда Он хочет показать одинаковость существа своего с родителем, то говорит, видевший Меня видел Отца. И об одинаковости своей силы Он говорит, «Я и Отец одно». И о равенстве власти. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын, кого хочет, живит. И о торжестве, почитании, да чтут все Сына, как чтут Отца. И о власти изменять законы, говорит, Отец мой доселе делает, «И я делаю». И ретики же умалчивают о всем этом. И принимая имя Сына не в собственном смысле, на том основании, что и сами они почтены названием Сынов, не изводят Сына до одинакового с Собою уничиженного состояния. Повторяю, «Я сказал, все вы Боги, Сыны Всевышнего, все вы». Если ты говоришь, что Сын Божий, называясь Сыном, не имеет никакого преимущества перед Тобою, и потому не есть истинный Сын Его, то из названия Богом данного тебе ты, может быть, станешь заключать, что и Отец не имеет никакого преимущества перед Тобою, потому что ты назван не только Сыном, но и Богом. Но называясь Богом, ты не осмелишься говорить, что это имя в применении к Отцу есть одно название, а исповедуй, что Отец есть истинный Бог. Так и в отношении к Сыну не дерзай указывать на самого себя и говорить «и я назван Сыном». И как я ни одного и того же существа с Богом, так и Сын должен быть ни одного и того же существа с Отцом. Ибо все приведенное из Писания показывает, что Он есть истинный Сын и одного и того же существа с родителем. Так, когда говорится, что Он есть тождественное отображение и тождественный образ, то что иное выражается этим, как неодинаковость существа? Ибо у Бога нет ни образа, ни лица. Но скажет, если ты говоришь об этом, то скажи и о том, что противоречит этому. Что же именно? Например, то, что Он молится Отцу. Если Он имеет одинаковую силу и одно и то же существо, и делает все своей власти, то для чего Он молится? 548. А я не только скажу это, но точно изложу и все другое, что сказано о нем уничиженного, заметив наперед, что касательно уничиженных выражений о нем я могу привести много основательных причин, а ты касательно выражений о его высоте и величии не можешь указать ни на какую другую причину, кроме той, что ими сам Он хотел показать нам свое высокое происхождение. Иначе, если бы это было не так, в Писаниях было бы несогласие и противоречие. Когда Сын Божий говорит, как Отец воскрешает мертвых и животворит, так и Сын, кого хочет, живит. И многое другое, о чем я сказал. И однако молится, когда нужно было совершить это. То, по-видимому, здесь есть противоречие. Но если я укажу причины этого, то всякое противоречие исчезнет. Какие же причины того, что и Сам Он, и Апостолы говорили о Нем много уничиженного. Первая и важнейшая причина та, что Он был облечен плотью и хотел удостоверить как современников, так и всех потомков, что Он не тень какая-нибудь, и явление Его не призрак только, но действительная истина. Если после того, как и Апостолы о Нем, и Саму на Себе сказали столько уничиженного и человеческого, дьявол, однако, успел убедить некоторых несчастных и жалких людей, отвергать учения о домостроительстве Его, и дерзко говорить, что Он не принимал плоти, и не спровергать все дело Его человеколюбия, то если бы ничего такого не было сказано, сколь многие впали бы в эту пропасть. Не слышишь ли, как еще и теперь отвергает это домостроительство Маркионы, Манихеи, Валентины и многие другие? Для того Он и говорил о себе много человеческого, уничиженного и чуждого неизреченному существу, чтобы удостоверить в истине своего домостроительства. Дьявол сильно старался истребить эту веру между людьми, зная, что если он истребит веру в домостроительство, то большая часть дела нашего спасения погибнет. Затем есть и другая причина. Немость слушателей и невозможность для них, видевших его тогда в первый раз и слышавших тогда в первый раз, усвоить себе высшее догматическое учение. А что сказано и не есть догадка, это я постараюсь показать и объяснить тебе из самых писаний. Так, когда Он говорит что-нибудь великое, высокое и достойное своей славы, что я говорю великое, высокое, достойное своей славы? Когда Он говорил что-нибудь высшее человеческой природы, то они смущались и соблазнялись. А когда Он говорил что-нибудь уничиженное, человеческое, то прибегали к нему и принимали учения. Где же, скажут, можно видеть это? Особенно у Иоанна, когда Христос сказал Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался, то они говорили тебе нет и пятидесяти лет, и ты видел Авраама. Видишь ли, что они относились к нему как к простому человеку? Что же он? Прежде нежели был Авраам, говорит он, я есмь. Они же взяли камни, чтобы бросить в него. И когда он, излагая продолжительную речь о таинствах, говорил, я хлеб, который дам вам за жизнь мира, есть плоть моя. Они говорили, жестоко есть слово сие, кто может его слушать? И оттого многие ученики его сего времени уже отступили от него и не ходили за ним. Что же, скажи мне, следовало ему делать? Иоанна 6, 66. Употреблять ли постоянно высшие выражения, чтобы отогнать углавляемых и отвратить всех от учения? Но это не согласно было бы с человеколюбием Божиим. И затем, когда он сказал, если кто слово мое соблюдет, то не умрет вовеки, то они говорили, ныне мы узнали, что бес в тебе. Авраам умер. И пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, не вкусит смерти? И удивительно ли, что народ так относился к нему, когда и сами начальники имели такие же понятия? Так Никодим, бывший начальником, приходивший ко Христу с великим благорасположением и говорившим, знаем, что ты от Бога пришел, и учитель не мог усвоить учения о крещении, которое было гораздо выше его немощи. Когда Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие, увидеть, то он предавался человеческим суждениям и говорил, как может человек родиться, будучи стар? Или снова он должен войти в утробу матери своей и родиться? Что же Христос? Сказал я вам о земном и не веруете, то как поверить, если скажу вам о небесном? Он сказал это, как бы оправдываясь и объясняя, почему он не беседовал с ними постоянно о вышнем рождении. Также перед самым распятием на кресте, после бесчисленных знамений, после многих доказательств своей силы, он сказал, увидите сына человеческого, грядущего на облаках, а пересвященник, не перенесший этих слов, разодрал одежды свои. Как же нужно было говорить с теми, которые не выносили ничего высокого? Неудивительно, что он ничего великого и высокого не говорил о себе людям, присмыкавшимся по земле и столь немощным. 550. Сказанного достаточно было бы для доказательства того, что действительно такова была причина и таков повод к употреблению уничиженных выражений. Но я постараюсь объяснить это и с другой стороны. Вы видели, что они соблазнялись, смущались, отклонялись, хулили и убегали, когда Христос говорил что-нибудь великое и высокое. Теперь я постараюсь показать вам, что они прибегали и принимали учения, когда он говорил что-нибудь смиренное и уничиженное. Те, которые убегали от него, те же самые в другое время, когда он говорил о себе. Сам по себе ничего не могу делать, но как научил меня отец мой, так говорю. Тотчас прибегали к нему. Евангелист, желая показать нам, что они уверовали по причине смирения этих слов, в объяснении и сказал. Когда сие говорило, многие уверовали в него. Иоанн 8.30 И в других местах часто можно находить такие случаи, поэтому он много и часто говорил по-человечески, впрочем, не вполне по-человечески, но богоприличный и достойно высокого его происхождения. С одной стороны, снисходя к немощи слушателей, а с другой, соблюдая верность загматов, что постоянное снисхождение не внушило потомкам неправильном мнении о его достоинстве, он не пренебрег и этой последней стороны, хотя предвидят, что его не будут слушать и даже будут хулить и убегать от него. Однако говорил о себе и высокое, устрояя именно то, на что я и указал, и делая ясную причину, по которой он употребил, вместо с тем и уничиженные выражения. А причина была та, что слушатели еще не могли усвоить высоких изречений. Если бы он не хотел устроить этого, то излишне было бы преподавание высоких догматов людям, не слушавшим и не внимавшим. А теперь оно не принесло этим людям никакой пользы. Но нас научила и подготовила к набежащему понятию о нем и убедила, что именно по немощи их к усвоению высоких изречений он употреблял в речи и уничиженные выражения. Итак, когда ты услышишь, что он говорит уничиженно, то знай, что это снисхождение не в следствии уничиженного существа его, но в следствии немощи разумения слушателей. Хотите ли, я укажу и третью причину. Он делал и говорил много смиренного, не только по той причине, того, что был облечен плотью и что слушатели были немощны, но и потому, что он хотел научить их смиренно-мудрию. Это и есть третья причина. Научаясь смиренно-мудрию, он получает этому не только словами, но и делами. Показывая смирение и словом, и делом, научитесь от меня, говорит он, ибо я кроток и смирен сердцем, и еще в другом месте сын человеческий не пришел, чтобы послужили ему, но послужить. Таким образом, научая быть смиренными и никогда не домогаться первенства, но всегда довольствоваться уничиженным состоянием и внушая это словами и делами, Христос имел много поводов говорить смиренное. Можно указать и на четвертую причину, не меньшую и выше сказанную. Какая же она? Та, что по причине великой и незреченной близости лиц в божестве, мы как-нибудь не дошли до мнения об одном лице в нем, как некоторые уже и теперь впали в это нечестие, хотя он редко говорил что-нибудь подобное, так слова его «я и отец одно» и видишь у меня видел отца, открывающая близость его родителю. Савелий Ливийский обратил в повод к нечестии и к учению в одном лице и одной ипостаси в божестве. Кроме этих причин была и та, чтобы никто не почитал его первым и нерожденным существом и не считал его большим родителя. Так и Павел по-видимому опасался того, чтобы кто-нибудь не пришел к такому нечестивому и неправому мнению. Сказав, подобает ему царство, доколе положит врагов под ноги его, и далее, и все покорил под ноги его, он присовокупил, кроме покорившего ему все. А этого он не присовокупил бы, если бы не опасался, чтобы не явилось такое дьявольское мнение. Иногда Христос уничижал высоту изречений для того, чтобы укротить ненависть иудеев, и часто говорил сообразно с пониманием беседовавших с ним, как, например, в словах «Если я свидетельствую мне, то свидетельство мое неистинно». Он сказал так, приспособляясь к пониманию иудеев. Он, конечно, хотел не то выразить, будто он неистинен, но сказать «Как вы думаете и подозреваете, не желая выслушать меня, говорящего о самом себе?» Можно найти много и других причин на это. Таким образом, мы можем указать много причин, по которым Христос потребляет о себе уничиженные выражения. А ты укажи хотя одну причину высоких изречений его, кроме той, о которой я сказал, именно желание его показать нам свое высокое происхождение, но ты не можешь указать другой причины. Великий может сказать о себе нечто и малое, из этого нельзя упрекать его, потому что это происходит от смирения, а малый, когда скажет о себе что-нибудь великое, не избегнет осуждения, потому что это происходит от гордости. Посему великого мы все хвалим, когда он говорит о себе смиренно, а низкого никто не похвалит, когда он станет говорить о себе что-нибудь великое. Таким образом, если бы сын был гораздо ниже отца, как вы утверждаете, то ему Не следовало бы говорить слова, которыми он выражал свое равенство с родителем, потому что это было бы гордостью. А если равный с родителем говорит о себе что-нибудь смиренное и уничиженное, это не подлежит никакому осуждению. И не составляет вины, потому что служит в похвалу ему и достойно величайшего удивления. А чтобы сказанное было более ясно, и чтобы все вы убедились, что я не противоречу Божественным Писаниям, я возвращусь теперь к первой из указанных причин и приведу те места, где Христос, как облеченный плотью, ясно употребляет выражение низшее собственного существа Своего. Если угодно, представлю самую молитву, которую он молился Отцу. Наслушайте меня со вниманием. Я хочу изложить вам все, начав несколько выше. Вечеря была в ту священную ночь, в которой Христос был предан, называя ее священную потому, что от нее получили сначала бесчисленные блага, которые дарованы вселенной. Тогда и предатель возлежал вместе с одиннадцатью учениками, и когда они вкушали, Христос говорит, один из вас предаст меня. Помните эти слова, чтобы впоследствии, когда мы дойдем до молитвы, нам было видно, для чего он так молится. Обрати внимание на промышление Господа. Не сказал он, Иуда предаст меня, чтобы ясностью обличения не сделать его более бесстыдным. Но когда тот, угрызаемый совестью, сказал, не я ли Господи, тогда он говорит ему, ты сказал. Даже и тогда не хотел обличить его, но поставил его самого обличителем себя. Однако и тогда Иуда не сделался лучше, но взяв кусок хлеба, вышел. Когда же он вышел, то Иисус, обращаясь к ученикам, говорит, все вы соблазнитесь о мне. Но Петр сказал в ответ, если и все соблазнятся, только не я. Иисус опять говорит, истинно говорю тебе, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Когда же тот опять стал возражать, то Христос оставил его. Ты не убеждаешься словами, а противоречишь, как бы так говорит Господь, убедишься самыми делами, что не должно противоречить Господу. Эти слова также помните, потому что памятово о них будет полезно нам при рассуждении о молитве. Он указал предателя, предсказал бегство всех и свою смерть. Поражу пастыря, сказал он, и рассеются овцы. Предсказал о том, кто отречется от него, когда и сколько раз, и все это предсказал с точностью. После всего этого, представив достаточное доказательство своего предведения будущих событий, он пришел в некоторое место и стал молиться. Иритики говорят, что эта молитва относится к его божеству, а мы говорим, что она относится к его домостроительству. Рассудите же вы сами. И для славы единородного произнесите беспристрастные решения. Хотя я обращаюсь к суду друзей, но убеждаю и прошу произвести суд беспристрастный, без угождения мне и без вражды к ним. Что эта молитва не относится к его божеству, видно уже из того, что Бог не молится. Богу свойственно принимать поклонение. Богу свойственно принимать молитву, а не разносить молитву. Но так как иритики бесстыдно упорствуют, то я постараюсь из самых слов молитвы объяснить вам, что все это есть дело домостроительства Христова и его помощи, немощи по плоти. Когда Христос говорит что-нибудь смиренное, то говорит это смиренное и уничиженное таким образом, чтобы чрезмерность смирения слов его могла и самых недоверчивых людей убедить, что эти слова весьма чужды непостижимому и незиснимому существу. Приступим же к самым словам молитвы. Отче, если возможно, да мимо идет от меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Здесь я спрошу еретиков, неужели не знает, возможно это или невозможно тот, кто незадолго говорил на вечере, один из вас предаст меня, кто незадолго говорил, написано, порожу пастырь и рассеется овца. И еще все вы соблазнитесь о мне, и Петру сказал, отречешься от меня, и отречешься от меня трижды. Он ли, скажи мне, теперь не знает этого? Кто из самых упорных может утверждать это? Если бы это неведомое было неизвестно никому, ни из пророков, ни из ангелов, ни из архангелов, то, может быть, любители споров имели бы какой-либо повод к противоречию. Но если это неведомое было так известно и очевидно для всех, что даже и люди знали об этом с точностью, то какое оправдание и какое прощение может быть тем, которые утверждают, что Христос говорил это по своему неведению. Как известно, и рабы знали с точностью этот предмет, о котором я говорю. Они знали и то, что он умрет, и то, что ему надлежит претерпеть смерть на кресте. Еще за много лет Давид, указывая на то и другое, говорил от лица Христова, «Пронзили руки мои и ноги мои». Он говорил о будущем, как бы о совершившемся уже, выражая этим, что как бывшему невозможно не быть, так и его словам невозможно не сбыться. И Исаия предвещая то же самое говорил, как овса введен был он на заклане, и как агнец, пристригущем его, безгласен. А Иоанн, увидев этого агнеца, говорил, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это тот агнец, говорит он, о котором предсказано. И обрати внимание, не просто сказал агнец, но прибавлено Божий, так как был другой агнец. Иудейский. То, желая показать, что это агнец Божий, Иоанн и сказал таким образом, «Тот агнец приносился только за один народ, а этот принесен за всю Вселенную. Кровь того избавляла только иудеев от телесного наказания, а кровь этого стала общим очищением целой Вселенной. Притом кровь иудейского агнца могла совершать то, что совершала, не по собственному свойству, но имела такую силу, потому что была прообразом этой крови». 554. «Где же те, которые говорят, что и Христос называется сыном, и мы называемся сынами, и основываясь на одинаковости названия, стараются низвести его до нашего уничиженного состояния? Вот, агнец и агнец – одно название, но беспредельные различия между тем и другим существом. Поэтому, как здесь ты не думаешь о равенстве, слыша одинаковое название, так точно и там. Слыша название сына и сына, мне не изводи ненародного до своего ничтожества». Впрочем, для чего говорить об очевидном? Если бы молитва его относилась к божеству его, то он оказался бы опровергающим самого себя, противоречащим и несогласным с самим собою. Здесь он говорит, «Отче, если возможно, да мимо идет от меня чаша сия, и колеблется, и уклоняется от страдания». Между тем, в другом месте, сказав, что сыну человеческому надлежит преданно быть и пострадать, и, услышав слова Петра, «Будь милости к себе, Господи», так сильно укорил его, что сказал, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, и подумаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Хотя незадолго перед тем он похвалил Петра и назвал блаженным, однако теперь назвал его сатаною, не для того, чтобы огорчить апостола, но желая показать этой укоризной, что сказанное Петром было не согласно с его волею. Но противно ей столько, что сказавшего это, хотя то был сам Петр, он не замедлил назвать сатаною. Так же и в другом месте он говорит, «Сильно желал я есть Пасху сию с вами». Почему он говорит сию Пасху? Тогда, как и прежде, праздновал тот праздник вместе с ними. Почему? Потому что за ней следовал крест. «И еще, отче, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». И во многих других местах мы видим, что он предсказывал свои страдания и желал, чтобы они исполнились, и что для них он и пришел. Почему же здесь он говорит, если возможно? Он показывает нам немощь человеческой природы, которая нелегко решается расстаться с настоящей жизнью, но уклоняется и колеблется по причине изначала внедренной в нее Богом любви к настоящей жизни. Если и после всех таких слов его некоторые осмелились сказать, что он не принимал плоти, то чего они не сказали бы, если бы не было сказано ничего подобного? Там он, как Бог, предсказывает о своих страданиях и желает, чтобы они были. А здесь, как человек, избегает их и уклоняется. Что он добровольно шел на страдания, это видно из его слов. Имею власть положить душу мою и власть имею снова принять ее. Никто не берет ее от меня, но я полагаю ее сам от себя. Как же он говорит, не как я хочу, но как ты? Но удивительно ли, что прежде распятия на кресте он так тщательно уверял в действительности своей плоти, если и после воскресения, увидев неверующего ученика, он не отказался показать ему свои раны и язвы гвоздиные, дозволил осязать рукою эти раны и сказал, «А сижи и смотри, ибо дух плоти и костей не имеет». Поэтому и вначале он не воспринял человеческой плоти в возмужалом возрасте, но благоволил быть зачатым и родиться, и питаться молоком, и столько времени пребывать на земле, чтобы и продолжительностью времени, и всем прочим удостоверить людей в том же самом. Часто и ангелы, и сам Бог являлись на земле в человеческом образе. Но видимый образ был не истинным телом, а приспособлением. Поэтому, чтобы ты не подумал, что явление Христа таково же, каково было те явления, но чтобы ты несомненно верил, что это было истинное тело, он и был зачат, и рожден, и воспитан, и положен в яслях, не в доме каком-нибудь, а при гостинице, в присутствии множества людей, чтобы рождение его было всем известно. Поэтому он и пеленался, поэтому и пророчества издревле предсказывали, что он не только будет человеком, но будет и зачат, и рожден, и воспитан, как свойственно детям. Об этом Исаия зывает так. Сидево в очреве, примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Масло и мед будет есть. Еще. Отрак родился нам, сын дан нам. Видишь ли, что пророки предсказывали им в младенческом его возрасте. Спроси же еретика, неужели Бог боится, уклоняется, колеблется и скорбит? Если он скажет «да», то отступи от него и считай его наравне с дьяволом, или лучше ниже самого дьявола, ибо и тот не осмелится сказать это. Если же он ответит, что все это недостойно Бога, то скажи, следовательно, Бог и не молится. И затем все прочее было бы неуместно, если бы слова молитвы принадлежали Богу. Эти слова выражает не только скорбь, но и две воли, противоположные между собой. Одну сыновнею, а другую отчую. Ибо сказать, впрочем, не как я хочу, но как ты, значит выразить именно это. А этого иеретики никогда не допускали. Но когда мы постоянно утверждали, что слова «я» и «отец» одно относятся к силе, они относили их к воле, утверждая, что у отца и сына одна воля. Но если у отца и сына одна воля, то как же он говорит здесь, впрочем, не как я хочу, но как ты? Таким образом, если бы эти слова относились к его божеству, то было бы некоторое противоречие, и много несообразного произошло бы отсюда. А если бы они относятся к плоти, то сказаны основательно и безукоризненно. Нежелание смерти со стороны плоти не служит к ее осуждению, потому что это естественно. А Христос явил себе вполне все свойственное человеческому естеству, кроме греха. Так что заградил у ста иеретиков. Итак, когда он говорил, если возможно, да мимо идет от меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как ты, то выражает этим не что иное, как то, что он был облечен истинной плотью, которая боится смерти, потому что ей свойственно бояться смерти, уклоняться от нее и предаваться скорби. Он иногда оставлял свою плоть одинокую, без собственного божеского содействия, чтобы, показав ее немощь, внушить уверенность в ее человеческой природе. А иногда прикрывал ее, чтобы ты знал, что он был непростой человек. Это могли бы подумать тогда, если бы он постоянно показывал действия человеческие. Равно как если бы он постоянно совершал свойственное божеству, не поверили бы учению о домостроительстве. Посему он разнообразил и перемешивал, и слова, и дела, чтобы не подать повода к болезни и безумию ни Павла Самосадского, ни Маркиона, и Манихея, потому и здесь он и предсказывает будущее, как Бог, и уклоняется от страданий, как человек. 556. Я хотел изложить и другие причины, и показать из самых дел христовых, что как здесь он молился, обнаруживая немощь плоти, так и в других случаях молился, имея в виду немощь слушателей. Ибо не нужно думать, будто все, что сказано ему не чиженного, сказано было потому, что он был облечен плотью. Есть на это и другие причины, о которых я упомянул. Но опасаясь, что вам трудно будет удержать множество сказанного, если я прибавлю еще то, что хотел сказать, то закончу на этом речь против еретиков. И отложив остальное до другого дня, снова предложу вам увещание о молитве. Хотя я часто говорил об этом предмете, но необходимо сказать о нем и теперь. Как те из одежд, которые были погружены в краску только однажды, имеют непрочный свет, а те, которые красильщики неоднократно и часто погружали в краску, сохраняют свой свет неизменным. Так бывает и с нашими душами. Если мы часто слышим одни и те же слова, то приня в наставление, как бы какую окраску, не скоро забудем его. Не будем же слушать невнимательно. Нет, подлинно нет ничего сильнее молитвы и даже ничего равного ей. Не столько блистателен царь, одетый в багреницу, сколько молящийся, украшающийся беседой с Богом. Как тот, кто в присутствии войска и военачальников, многих вельмож и городоначальников, приблизившись к царю и вступив наедине в беседу с ним, обращает на себя взоры всех и от этого становится более досточтимым. Так точно бывает и с молящимися. Подумай, сколь важное дело в присутствии ангелов, архангелов, серафимов, херувимов и всех прочих сил простому человеку приступать с великим дерзновением и беседовать с царем этих сил. С какой это может сравниться честью? И не только честь, но и величайшую пользу доставляет нам молитва еще прежде, нежели мы получим то, чего просим. Как только кто-нибудь поднимет руки к небу и призовет Бога, он тотчас отрешается от всех дел человеческих и обращается мыслью к будущей жизни, представляет небесное благо и во время молитвы не думает о здешней жизни, если молится усердно. Воспламенится ли в нем гнев? Он легко укращается. Возгорится ли похоть? Она потухает. Станет ли терзать его зависть? Она весьма легко прогоняется. И в душе молящегося совершается то же, что, по словам пророка, бывает в природе, при восходе солнца. Что же, говорит он, положил в тьму, и бывает ночь, в которой броят все звери дубравные, скинны рыкают и просят у Бога пищу себе, но восходит солнце, и они собираются и ложатся в лаговищах своих. Как при появлении солнечных лучей все звери обращаются в бегство и прячутся в свои норы, так точно, когда молитва засияет, как луч, от наших уст и языка ум наш просвещается, а все безумные зверские страсти прогоняются, обращаются в бегство и скрываются в свои убежища, если только мы молимся усердно, с напряженной душою и бодрым умом. Хотя бы тогда присутствовал дьявол, он обращается в бегство. Хотя бы демон, он удаляется. Когда господин беседует с рабом, то никто из других рабов, и даже никто из имеющих перед ним дерзновение не посмеет подойти и помешать их в беседе. Тем более демоны, как оскорбившие Бога и не имеющие перед ним дерзновения, не могут беспокоить нас, беседующих с Богом с надлежащим усердием. Молитва есть пристань для обуреваемых, якорь для колеблемых волнами, трость немощных, сокровища бедных, тверды небогатых, истребительница болезней, хранительница здоровья. Молитва соблюдает наше благо неизменными и скоро устраняет всякое зло. Если нас постигнет искушение, она легко прогоняет его. Если случится потеря имущества или что-нибудь другое, причиняющее скорбь нашей душе, она скоро устраняет все это. Молитва прогоняет всякую скорбь, доставляет благодушие, способствует постоянному удовольствию. Она есть мать любомудрия. Кто может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы он был и беднее всех. Напротив, кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле, беднее всех. Ахав был царем и владел бесчисленным количеством золота и серебра. А так как он не возносил молитвы, то ходил искать Илью, человека, не имевшего ни убежища, никакой одежды, кроме одной только милоти. Что это, скажи мне? Ты, имеющий столько сокровищ, ищешь не имеющего ничего? Да, говорит он. Какая мне польза от сокровищ, когда он заключил небо и сделал все это бесполезным? Видишь ли, что Илья был богаче Ахава? Как только он изрек слово, царь впал в великую бедность со всем своим войском. О, дивное дело! Человек, не имевший даже одежды, заключил небо. А потому он и заключил небо, что не имел одежды. Так как он здесь ничего не имел, то и показал великую силу. А как только открыл уста, то и не звел свыше бесчисленное сокровище блага. О, уста, имеющие источники вод! О, язык, источающий потоки дождей! О, голос, производящий бесчисленные блага! Так, постоянно взирая на этого бедного, который был богат, потому что был беден, будем презирать настоящее и стремиться к будущему. Тогда мы получим и здешнее, и все тамошнее блага, которых досподобимся всем и благодати, и человеколюбием Господа нашего искусства, Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом. Слава! Ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Аминь! Продолжение следует...